МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общем, это история для всех, кто участвовал на протяжении долгих лет в фестивале, когда мы показывали фильмы под открытым небом на Спасской. Это были фестивали итальянского, кино, французского, немецкого, разного всякого кино. Потом это все дело прекратилось в связи с разными обстоятельствами. В основном с теми, что негде было сидеть уже на Спасском аппендиксе пешеходном, поскольку там встали скульптуры, заместили нас. И в этом году фестиваль под открытым небом в такой форме, которая сегодня пройдет, планируется как раз на площадке перед инженерием. Правильно, что так сделать? Потому что можно и внутрь зайти при случае, и можно снаружи собраться. Очень хорошо. Да, но это такая часть проекта «Города в движении», который реализует Дарья Ткачева и ее коллеги, ВУЗ. И вот такой документальный показ об известной немецкой танцовщице. Какой именно, расскажет Дарья Ткачева после 12 часов. Да, в первом части мы для себя сделали открытие буквально на днях и решили с вами им поделиться. Потому что, несмотря на то, что мы активно освещаем различного рода благотворительную деятельность, инклюзивную работу, работу с инвалидами, работу разных всяких фондов и использование президентских грантов для этого, почему-то это событие прошло мимо нас, поэтому мы не могли прямо вот сейчас, когда уже этот большой проект этого года подходит к завершению, мы не могли просто пройти мимо и не рассказать вам, какое серьезное, очень серьезное, большое, и, мне кажется, очень ценное для всех нас мероприятие в Кельмезе в течение четырех уже месяцев происходит, начиная с мая. А происходит вот что. Начиная с мая месяца в Кельмезе проходит фестиваль по спортивному туризму для инвалидов. Внимание, товарищи! Мы об этом уже много сейчас говорим. Особенные люди, они буквально рядом с нами. Вот буквально на расстоянии вытянутой руки. И Кельмезский фестиваль, он показывает, что он дал возможность этим людям не просто на улицу города выйти, не просто прийти в учебное заведение, не просто получить пандус у какого-то там магазина. Он дал возможность этим людям, представляете, заняться спортивным туризмом, сесть в байдарку, залезть на скалу, приготовить самим ужин, разжечь костер, принести дворам, поставить палатки. Петь песни под гитару. Вечером на дискотеке принимать участие. И когда мы общались с гостем, которого сейчас представим, самый мощный, наверное, эффект был произведен даже не на этих людей, которые всегда, как оказывается, готовы были в этом поучаствовать, а на нас, которые опасаются, которые переживают, а как мы будем коммуницировать, боятся ощущения и чувства жалости, которые может в этот момент возникнуть и заставить себя чувствовать виноватыми в какой-то степени. Открыли глаза, что это так интересно общаться вместе. Это абсолютно весело, это свободно и спокойно. Я вот просто, когда про это слушала, это прям какая-то была история, такое у меня было ощущение, что не про нас вообще, не про здесь и сейчас. Не про Кировскую область или вообще не про Россию? Не про Россию, потому что мы только-только в начале пути, вот открытого общества для всех, а в Кельмезе уже 4 месяца это все происходит. И мы считаем, что необходимо об этом рассказать, потому что, возможно, это привлечет еще большее внимание для участников, и это даст возможность не только кельмезским инвалидам, всем в этом из Кировской области. Теперь оказывается, что вообще со всей России тут же выцепили эту информацию из соцсетей в таких мероприятиях поучаствовать, и об этом надо говорить. Поэтому мы будем об этом говорить и вам рассказывать, дорогие слушатели. И для этого пригласили Павла Гуртова, директора благотворительного фонда наследия Вятки. Павел, добрый день. Добрый день. Про фонд расскажем попозже, чтобы понять, какими инструментами как раз вы воспользовались для того, чтобы реализовать эту серьезную концепцию. А сейчас прямо сразу хочется про историю. И так что все началось в мае, а даже и раньше, наверное. Раньше, раньше. Рассказывайте. Добрый день. Ну, то, что эта информация немножечко прошла мимо вас, это есть и часть нашей вины, потому что у нас проект был открытый совершенно, но в то же время это был первый наш опыт, и мы немножечко опасались сильно везде показывать, как это все проходит. А вдруг мы первый раз сделаем нехорошо и сделаем хорошо второй раз. Но, слава богу, получилось все замечательно сразу в первый раз. Поэтому мы с вами здесь сегодня это обсуждаем. Идея родилась не на пустом месте организации спортивного туризма для инвалидов. Мы уже очень много времени сотрудничали с Кельмесским обществом инвалидов. Абсолютно активные люди, наши друзья. Мы с них просто брали пример. Они уже несколько лет сами ходили в походы, сплавлялись на катамаране, который они брали у своих знакомых. У конкретных знакомых, у батюшки брали. У батюшки местного катамара. То есть они очень сотрудничали плотно. И вот они говорят, Павел Валерьевич, давайте мы сделаем так, чтобы нам не надо было каждый раз кого-то просить, чтобы мы больше народу могли привлечь. И привлечь еще и других, не только нам поделиться этой радостью со всеми. И такая идея возникла. Организовать фестиваль по спортивному туризму и механизм для его реализации выбрали участие в конкурсе президентских грантов. То есть когда мы в это окунулись, конечно, были потрясены вот этой организацией, четкостью, что там нельзя где-то ни смошенничать, ничего. Что касается грантов. Да, что грантов. Это тоже было очень приятно, что действительно все средства идут на реализацию проекта, который востребован людьми. И это именно в первую очередь оценивается при подаче заявки. Вы в этом году заявлялись или в прошлом году? В прошлом году заявлялись, и в этом году мы реализовывались. В этом году проект готовится. То есть уже получается этот проект, уже год почти реализовывается, даже больше, пока мы его задумали, пока писали заявку и так далее. Ну, пока там готовились, закупались, планировали. Нас поддержало очень много народу, естественно, областное общество инвалидов, министерство спорта поддержало нас, министерство культуры как куратор туризма, министерство соцразвития. Не смогли бы мы на таком уровне организовать фестиваль без поддержки администрации Кельмесского района, который сразу тоже готов был нас поддержать. Муниципалитет сразу подключился. Да, сразу подключился. То есть если со стороны нашего фонда было софинансировано на питание участников, на дрова и так далее, чтобы мы лес соседний не обобрали, то есть все было предоставлено, то районные власти предоставили палатки, спальные мешки, которые у них были. Готовы были даже предоставить полевую кухню на сам фестиваль, на большой, чтобы на большое количество людей готовить, но мы, проведя сборы учебные, от нее решили отказаться, потому что увидели, что людям просто нравится на костре для самих себя готовить. Участники сами хотят, конечно. Мы это увидели, и поэтому от полевой кухни отказались. А теперь о самом фестивале немножечко. Давайте мы просто раз уж мы затронули президентский грант и участие фонда. Это общая сумма, затраченная на фестиваль, насколько я помню, составила порядка миллиона шестисот рублей. Да, миллион шестьсот – это общая сумма проекта, президентский грант – миллион восемьдесят. Остальное благотворительное? Остальное – это наш вклад, вклад администрации, это вклад нашего фонда, вклад администрации Кельмесского района, это вот палатки как раз и так далее. То есть, получается, общими усилиями мы этот проект реализовали. Вот за миллион шестьсот, Ань, реализовали проект, который длился, ну, еще продолжается, четыре месяца. Мы в мае стартовали, да? Да, стартовали в мае. С чего вы начали? Сейчас, секунду, еще продолжу вашу мысль. И самое главное, что вот за эти миллион шестьсот он будет продолжаться каждый год. Потому что у нас это оборудование же все останется, и катамараны, и байдарки, и так далее. То есть, на президентский грант, на деньги президентского гранта вы закупили оборудование? Да, мы закупили альпинистское снаряжение, мы закупили плавсредства, как мы называем, Кельмесская флотилия, это катамараны и байдарки. Много? Значит, у нас, получается, две двухместных байдарки, шестиместный катамаран, два четырехместных катамарана, двухместных катамарана, то есть, общая вместимость флота нашего – 30 человек. Флот, чего себе образовался, 24-местный катамаран, я, по-моему, такого даже не видел. Нет, шести, шести местный, четырехместный, двухместный, 24-местный, он не развернется, мне кажется, даже не в Кельмеде. Закупили целый флот и скалолазное оборудование. Да, защитное снаряжение, то есть, некоторые вещи, мы даже не знали, как называется, жумар, что это такое там. Ладно, если карабин, хотя бы понятно, как это, и канат. Как это выглядит. Да, что это хотя бы, мы слышали, а тут такое название страшное, но, как оказалось, это очень удобно, все интересно и быстро осваивается людьми. И это все снаряжение остается в Кельмезе? Остается, да, в Кельмезе, но оно остается на балансе нашего фонда, но в Кельмезе, и мы планируем этот фестиваль сделать ежегодно. У фестиваля есть название? Да, фестиваль «Вятка. Территория равных возможностей». Очень хорошее название. Да. Да, замечательное. Итак, сейчас прервемся на полминуты и непосредственно расскажем о том, как все происходило. Продолжаем разговор с Павлом Гуртовым, директором благотворительного фонда наследия «Вятки». Мы рассказываем о том, что в Кировской области, в Кельмезском районе с мая месяца реализуется проект, который называется «Вятка. Территория равных возможностей». Он касается не бизнесменов, не инвесторов. Да, он не касается партий. Он касается просто всех людей, которые могут, несмотря на особенности своего развития, заниматься спортивным туризмом, разжигать костры, готовить еду, сплавляться на катамаранах. Ночевать в палатках. Ночевать в палатках, скалолазанием заниматься. И вот год уже практически вместе, от начала идеи до получения гранта, закупа оборудования прошел. В мае месяце вы, собственно говоря, вышли в поля. Как все было? Как вот Светлана уже сказала, мы закупили оборудование, скалолазное оборудование, альпинистское снаряжение, плавсредства. И вот то, что вы все перечислили, жить в палатках, готовить пищу на кострах, преодолевать препятствия. Наши потенциальные участники не то, что этого не могли себе позволить, они даже об этом многие не мечтали. Потому что некоторые на себе уже кто-то крест поставил, кто-то просто живет и живет себе. Это какие люди? Это люди с ограниченными возможностями. Но наш фестиваль, когда он прошел, мы переименовали в людей с неограниченными возможностями, потому что мы в этом на их примере убедились. Но это кто? Какого возраста люди? Откуда? Люди всех возрастов. Мы пригласили к участию людей с ограниченными возможностями из 10 районов области, ну, близлежащих, потому что очень далеко все-таки добираться. Всего у нас принимало участие 14 команд. Из Кирова команды, из близлежащих Кельмезе районов, из русско-турекского интерната ребята приезжали. Там были, надо сказать, инвалиды не только по физическим болезням, но и ментальщики тоже там были. Да, но они, конечно, нас всех поразили своим старанием, своим желанием. Все просто в них влюбились. Ребята молодцы. Рассказывал мне Павел до эфира, что просто солнца добавили очень мощно. Да, потому что сначала они приехали, и все равно были немножечко скованы ребята, как-то... Ну, непривычная обстановка. Да, общались односложно. Да, нет, они стеснялись очень. Людей прям стеснялись. Да, людей стеснялись, то есть отвечали, да, нет, ну, улыбались, все хорошо, но как-то нет. Но потом, когда вот они потренировались, когда они выступили, когда их все просто облизали, говорят, какие вы молодцы, как вы красиво на байдарке плыли, девчонки. Прямо мы на вас все засмотрелись, и они видят, что обстановка дружная такая, все друг друга поддерживают с такой любовью, что они просто, знаете, они раскрепостились, и они стали рассказывать, как они плывут, как они тренировались, как они на другие соревнования ездили. То есть просто, вот, знаете, общались уже совершенно свободно и открыто. Моции перехлёстывают, но мы вернемся в мае. Можно ли я все-таки уточню, да, каким образом формировались команды? Это вот на будущее очень важно, чтобы понимать. Подожди, подожди, давай начнем с мая. Значит, в мае пригласили команды. Мы ответим на ваш вопрос. Хорошо, давайте. То есть реализацию фестиваля мы решили начать с учебно-тренировочных сборов, потому что наши участники, они, в принципе, никогда не пользуются ни альпинистским снаряжением, никто никогда, ну, большинство подавляющее не сидели ни на байдарах, ни на катамаранах, но мы сами, как организаторы, чувствовали себя еще новичками. И мы решили устроить учебно-тренировочные сборы для представителей команд, то есть, ну, участник, тренер, руководитель, чтобы люди приехали и посмотрели, как вообще это все выглядит, попробовали на себе. И когда приедут все уже, чтобы они были, хотя бы показывали, как, что, где. И всех своих участников команд убедили, что это все возможно, это реально и доступно. И в мае месяце мы пригласили, ну, ожидали 30 человек, приехало 60-57, почти 60 участников. И, как бы, здесь мы немножечко организационный такой момент тоже оттренировали, такое большое количество людей. Это был 19 мая, День пионерии, то есть, получился такой праздник тематический, мы отметили ведь День пионерии, многие приехали с флагами, с галстуками. И с гитарами. Да, мы кого-то там даже в пионеры приняли. Но в шутку. Ну, конечно, да, 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 то есть, очень так было интересно, тематично. И люди как раз в этот день, нам повезло, помните, у нас весна была холодная, 19 мая было очень жарко, хорошо. Люди разбили лагерь, поставили палатки, разожгли костры, то есть, у нас образовался целый туристический городок. В первый день мы тренировались на сухопутных дистанциях, то есть, оснастили трассу для подъема вверх, там довольно-таки крутой подъем, градусов 60. Оснастили также переправу, то есть, ну, пропастью, как мы ее называем в кавычках, ну, овраг небольшой, но тем не менее натягивается трос. И в специальном снаряжении человек крепится на ролике спиной вниз и перекатывается через этот овраг, летит в свободном полете на ролике. Вот так, представляешь? Мы с тобой этого не делали, а здесь люди с ограниченными возможностями это делают. Самое интересное, когда вот попробовали, стоят внизу, говорят, я что-то неправильно поднимался, не сразу понял, вот, эх, так, ну, с такой досадой, упустил момент. Говорим, какие проблемы? Можно попробовать еще раз. Оделся еще раз, а что можно? А для чего мы сюда приехали? И вот он одевается, старается, и уже правильно, и другим советует, и показывает, что все это возможно. Я сам даже попробовал подняться, в принципе, вот, это не так легко, как кажется со стороны. То есть, я вообще был под впечатлением. Вы тоже первый раз пробовали, да? Да, да. Я тот еще альпинист, как оказалось. У вас, кстати, в попечительском совете фонда «Наследие Вятки» есть Павел Шабалин, да, вице-президент Федерации альпинизма России, посчетный гражданин города Кирова. То есть, видите, у нас немножечко идет так, в нужном направлении все соответствует, совпадает. И что еще на сборах? Байдарки были? На сборах, да. Вот первый день мы провели сухопутные, скажем так, мероприятия. На второй день у нас были запланированы байдарки и катамараны. На второй день с утра сразу зарядил дождь и похолодало. Нормально, ваши сборы все должны использовать. То есть, все утром проснулись, довольны, счастливы, говорят, мы туристы или не туристы, в конце концов. Единственное, что байдарки и катамараны, это же был май месяц, река была еще разлита очень сильно. Река какая? Бурное течение, Кельмесь. Кельмесь. Все сами приехали, люди сами своими руками под руководством инструкторов собирали, разбирали катамараны байдарки, надували их, накачивали. Байдарки у нас были каркасно-надувные, потому что они более надежные, их, в принципе, невозможно перевернуть. Устойчивые. Да. То есть, конечно, все плавали только в жилетах спасательных. В общем, вся техника безопасности, это все соблюдалось. Инструкторы откуда были? Инструкторы у нас были, учителя физкультуры, руководители туристических кружков, и плюс еще в прошлом году у нас команда из Кельмези ездила в Юрюзань в 2017, за область выступала. Пока только от Кельмези она ездила. Это тоже соревнования для людей? Это соревнования, то же самое, как у нас, только всероссийские. Но, в принципе, масштабы у них там тоже было 100 человек. У вас в итоге также 100 получилось? Да, только с нашей области. И там некоторые тоже у нас участники получили корочки инструкторов и знания, соответственно. То есть, дождик нам не помешал, все промокли до нитки, были в восторге, потому что и на байдарках поплавали, и на катамаранах, и получили минимум знаний. И, по крайней мере, самое главное, что они получили и передали в свои районы, которые в будущем у нас приглашались на фестиваль, что это возможно, это доступно, что это не тяжело. Мы попробовали, мы смогли, значит, сможете иметь. Там были и ампутанты даже, то есть люди специальные на руку одевали приспособления, чтобы к веслу там прицепить или за канаты крюком прицепляться. Расскажите про этот сюжет, который вы мне поведали на предварительной встрече. Вот ампутанты, это значит, нет там еще чего-то, а надо было весло же брать? Конечно. Что использовали? То есть специальный протез люди разработали, то есть к нему специальный какой-то такой кольцевой зажим, его прикрутили к веслу. И опасность-то была, ну, опасения были еще в чем-то, там же были волонтеры, молодые ребята, девятиклассники, старшеклассники. Это тоже кельмесская школа. Да, кельмесские ребята, им потом я отдельное слово, наверное, посвящу, потому что им все отдельные слова посвящали, причем очень много. Но вот эта история про девочку, которая, ну, тоже думали, что, вот это история про то, что люди прячут лица, когда сталкиваются как бы с чужой бедой, да, иногда, думая, что не могут помочь. И это было опасение, что, да, как они коммуницировать будут? Ну, вот до нас, давайте до фестиваля еще рассказывать про наших волонтеров, местных ребят из Кельмезии, из деревни Зимник, рядом с Кельмезией. Вот, у нас были ребята тоже, многие из них занимались в туристических кружках, многие в центре детского творчества, ну, такие активные ребята. Вот, и, конечно, были опасения, что мы молодежь приглашаем, может быть, им будет неинтересно с инвалидами. Большинство там все равно люди пожилого возраста уже. И вот думали, ну, попросим ребят, поработают, помогут нам. Ну, насколько они органично вписались в эту атмосферу, насколько они просто заразили всех вот этим светом, радостью. То есть, вот я считаю, что минимум процентов на 50 вот эту атмосферу радости, дружбы создали вот эти волонтеры, потому что они успевали везде. Они помогали всем, они вот лучились своей вот этой энергией, доброжелательностью, любовью ко всем, то есть с готовностью помочь. И даже когда фестиваль закончился, вот представляете, обычно, ну, мужчины, они менее разговорчив, менее эмоциональны, да, лишний раз никуда не выйдут на сцену, слов не скажут. И вот такие мужчины вышли на сцену и отдельно попросили поблагодарить и благодарили волонтеров за эту работу. То есть, и там, конечно, были овации на весь лагерь, все им отдельно очень громко хлопали. Ну, старшеклассники, которые обычно, вот подростков обвиняют в том, что они равнодушны, они заняты своим, они не готовы участвовать в социальной работе. Я так вот, возвращаясь к веслам, тоже девчонка, девятиклассница, просто, когда не надевался один из протезов, она просто брала, прикручивала к этой культе. К бинтом прикручивала. К культе это совершенно спокойно весло, потом снимала, стирались вот эти барьеры абсолютно. Мне кажется, это очень показательно и важно. Байдарки, сборы чем закончились? Значит, сборы закончились тем, что мы все разъехались, довольные, счастливые. Вымокшие, промокшие. Промокшие, счастливые и понявшие, что фестиваль у нас будет востребован. То есть, мы понимали, что это будет востребовано, потому что мы по своим кельмезианам это видели. Но все равно одно дело, мы здесь в Кельмезе собрались, а другое дело, когда люди издалека приедут. Некоторые же и по четыре часа ехали, и по шесть часов. Вот, давайте теперь все-таки перейдем к командам. Давайте расскажем, да, что за команды, как формировались? Как вы с ними договаривались, как вы их искали? Значит, по фестивалю было разработано положение фестиваля, в котором было рассказано, когда, где пройдет фестиваль, его состав, то есть, какие дисциплины там будут, что нужно даже с собой брать, рекомендации там были. Питание мы обеспечили, вплоть до того, что там средства от комаров и так далее, на всякий случай, чтобы люди приехали и не попали в просаг. Вот. И разослали это положение по всем районам, которые у нас предполагалось к участию. То есть вы непосредственно в администрации районов отправились? Нет, в общество инвалидов. А в общество инвалидов? Да, в общество инвалидов. Но надо сказать, что администрации большинства районов, они пошли навстречу и во многих районах предоставили транспорт своим командам. После этого мы получали заявки от команд, сколько человек, то есть, соответственно, эти заявки должны были подтверждаться и документами, что человек инвалид, какой группы и так далее. То есть общество инвалидов формировали команды? Да, общество инвалидов. Но если кто и отдельно хотел, такие случаи были тоже, мы только это приветствовали. Например, вот случай, что мне по интернету написал молодой человек из Перми. Он увидел информацию о нашем фестивале, попросил поделиться опытом. Конечно, мы ему все рассказали, написали, говорим, а приезжай к нам на фестиваль. Посмотришь. Приезжай с командой, поучаствуйте. Но он приехал один, и у него опорно-двигательное поражение очень серьезное. Он еле передвигался, еле разговаривал, как оказалось. Он приехал ночью. Он приехал ночью, я его рано утром встретил с вокзала, забрал их немножечко. И вы же не ожидали, как он в каком состоянии. Я общался с ним в ВКонтакте, не ожидал его состояния здоровья. Но его сила духа, она сильнее любого состояния здоровья. Насколько его там все полюбили, насколько он общительный, жизнерадостен. Насколько он стремится везде участвовать и всех за собой тянет. Он не просто так приехал поучаствовать. Он приехал именно посмотреть и опытом нашим. Напитаться. Да, напитаться. Он хочет сам теперь. Да, и у себя там же организовать в Перми такое же. Понимаешь, вот сам человек с очень серьезной формой ДЦП, сам нашел информацию, сам приехал и хочет это организовать. Мне вот фраза, которую вы процитировали из него. Как его зовут? Дмитрий. Дмитрий. Когда вы с ним беседовали по поводу того, как же он с жизнью-то это исправляется. Как вот он находит у себя силы. Эту фразу, мне кажется, вот просто каждый человек может себе и должен говорить. Он говорит, нужно, говорит, не выходить из зоны комфорта, а нужно бежать из нее. Если я остановлюсь, то я просто умру, сказал он. Ну да, если я себе не буду... Ну он говорит, да, надо бежать из зоны комфорта. Причем он с такой душой это говорит, он так всех заводит, так за собой ведет и сам везде старается. То есть он вот показал тоже пример такой. Но у нас такие же тоже ребята есть участники. То есть он нашел родственные души, и как его все полюбили, как его все провожали, обнимали. То есть это вообще было замечательно. Мне кажется, если все получится у него, то можно потом делать какие-то совместные слеты, да? Говорим про перспективы после короткого перерыва. Фонд «Наследие Вятки» в этом году реализует огромный и важный, на наш взгляд, очень проект. «Вятка. Территория равных возможностей». Мы говорим о фестивале по спортивному туризму для людей с ограниченными возможностями. Эмоционального фона мы придали нашему эфиру. Надо сказать, что фестиваль заканчивается уже на следующей неделе. Или будет последний сплав. Давайте сейчас посвятим ближайшие 4-5 минут еще раз этапам, как все прошло. Потому что очень важно, что в итоге у вас... Вот это все не закончится в этом году. У вас есть планы развития, и мы можем эти планы развития еще обсудить. Итак, фестиваль. Итак, фестиваль. По итогам учебно-тренировочных сборов мы поняли, что мы сможем его провести, и он востребован. И фестиваль был запланирован и проведен с 25 по 29 июля. То есть на него съехалось порядка 100 человек, а это практически столько же, сколько съехалось на Всероссийский фестиваль в Юрюзань 2018 в России. В Машкирии. То есть зато это все наши съехались кировчане. Не надо никуда далеко ехать. И Дмитрий из Перми. И Дмитрий из Перми. И наши друзья из Челябинска написали, что в следующем году они хотят тоже к нам приехать. Они увидели, как у нас все это прошло, встречались с нашей командой в Юрюзане. Так что, возможно, в следующем году у нас из других регионов тоже будут гости. Я думаю, что потребность очень большая в этом, конечно. А если есть база, есть инструкторы, есть понятная программа, то, конечно... Главное, активные люди местные. Я, конечно, вот немножечко в сторону, может быть, разговора уведу. Я тебе скажу, что я писала небольшую программу про традиционный фестиваль людей с ограниченными возможностями, которые наше Министерство соцразвития проводит. И когда мы разговаривали о том, как это проходит на местном уровне, я спрашивала тогда, а на общероссийские соревнования какие-то наши команды выезжают? Они сказали нет. И вообще нет. И вообще они сказали, что не так много этих общероссийских соревнований. В Юрюзане наша команда была. Поэтому я тебе должна сказать, что вот если мы у себя в области что-то подобное можем сделать, это будет очень здорово, и это будет востребовано. Сейчас мы к этому идем. Потому что люди хотят... Ты сразу хочешь про масштабную перспективу. Давайте завершим разговоры о том, как прошло все. Про фестиваль. Значит, фестиваль начался 25 июля. Команды начали заезжать. Ну, кто-то далеко живет, кто-то близко, поэтому заезжали почти полтора дня они. Видно было, что они уже побывали на сборах, потому что уже стали профессионально ставить палатки, стали колотить себе скамейки, мебель, столики. Мы дрова специально такие заказали из отходов пиломатериалов, и там были неплохие доски, брусочки. Можно было использовать. Да, люди сразу себе наколотили. У нас целый туристический городок там вырос. На сайте есть фильм замечательный. Сайт наследие-вятки.рф. Наследие-вятки.рф. Все по-русски. Так, на следующий. И сразу же, как команды заезжали, сразу по желанию начинались тренировки. У кого силы были, кто уже свой лагерь разбил, кто уже покушал. Тренировки у нас уже были натянуты дистанции сухопутные, подъем и опять переправа над пропастью. И были подготовлены байдарки в первый день только еще. То есть можно было уже садиться и грести? Были установлены ворота различные на водной дистанции из поплавков. То есть чтобы байдарки могли проезжать. Там же не просто у нас было, люди приехали поразвлечься. Это было бы неинтересно, это было бы пресно. Но они должны были провести соревнования, побороться за победу. Поэтому все это было организовано четко и строго. На водных дистанциях также были вот эти поплавки ворота. То есть они должны были и байдарки, и катамараны впоследствии пройти по течению, поперек течения, развернуться и против течения, вернуться. Все это на время с учетом ошибок и так далее. У нас была очень хорошая судейская бригада, сформированная из учителей и специалистов Кельмесского района, и специалистов РУО также. Они накануне проштудировали просто все документы, как это проводить, судейство и так далее. Это же не так просто, с людьми с ограниченными возможностями, потому что там не только делится на мальчик, девочка, мужчина, женщина, но и также у кого какие заболевания, потому что нельзя опорников пускать вместе с другими какими-то заболеваниями. Поэтому очень много было у нас номинаций, и это позволило сделать так, чтобы практически все уехали с какими-то наградами и грамотами. С подарками и призами. Да, потому что это тоже очень важно и очень хорошо. На следующий день уже начались соревнования и по сухопутным, и по байдаркам. И с погодой вам повезло? С погодой вообще в этот раз повезло. Просто вот в день закрытия немножечко дождик пошел, но когда само закрытие торжественное было, там все было хорошо. Уже с погодой. Насколько люди заинтересованы были в победе, можно рассказать, например, девичьей вот этой команды, которую вы накладывали? Да. Насколько, вот как я уже говорил, из русско-турецкого интерната ребята приехали, сначала стеснялись, и, если честно, на тренировке, на байдарке у них получилось сначала не очень хорошо. Ну, первый раз люди сели на байдарку, немножечко путались, немножечко, может быть, волновались даже. И мы подумали, ну ладно, главное, чтобы они поучаствовали. Но они ведь еще потренировались, они на суше ходили, все сосредотачивались, синхронизировали свои действия, обдумывали. И вот девчонки у нас заняли первое место. В итоге? Пара девчонок на байдарке, которых мы все нахваливали. Я сам смотрел, насколько они красиво плыли в них, велосисинхронно двигались. А в русско-турецком интернате какие находятся пациенты? Ну, с нарушениями. Ментальными? Да, ментальными. Вот ты спрашивала. Различного возраста. Различного возраста. И надо сказать, что их особо на соревнования такие редко привлекают. Есть ограничения определенные нормативные на официальные соревнования. У нас же эти соревнования были неофициальные. То есть с ними приехали преподаватели, воспитатели. И они настолько себя показали, знаете, мы все ими восхитились, настолько они были корректными, правильными. Все у них было... Они следили за своей самой дисциплиной, сами ребята. И насколько они везде старались. И очень важно, что они не сидели, как эждивенцы не ждали. Вы рассказывали. Они сами все делали, сами таскают дрова. Но это все таскали дрова. Сами готовили костер, сами убирали за собой мусор. Мы когда ведь свой лагерь огромный свернули, ни бумажки нигде не нашли. У нас было специальное место для мусора, и все туда относилось, все там было. У вас не было это самостоятельно, а не то, что вы от них требовали, они сами. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Атмосфера такая была создана в лагере. И вот я считаю, мы двух вещей добились. Первое, то, что люди поверили в себя, когда все это испытали. Но мы на это надеялись, к этому стремились. А второй итог, которого мы, может быть, даже не то, что не ожидали, а не думали, что мы его добьемся так быстро, абсолютно стерлась грань между людьми с ограниченными возможностями и другими. Волонтеры, организаторы и так далее. То есть вот она, инклюзия в числе. Абсолютно вот этого не было, не чувствую. И на дискотеке все вместе танцевали, и помогали, и костер разжигали, и дрова там носили, и болели все. Ну, представляете, ну, команда вот на тех же байдарах, ну, два там, четыре человека команда. На берегу их, получается, товарищей уже никого нету. Но они когда плут, весь берег за них болеет. Давай, давай, давай быстрее. Советы дают. То есть такая была поддержка, такая дружина. А они выходили и начинали болеть за своих противников. Так же точно кричать. То есть вот мы вот этой атмосферы добились. Я считаю, это даже более важно. И это более важно и для волонтеров. Я считаю, очень серьезно это был толчок к их развитию, тоже вот такому человечному. И ребята, конечно, себя показали в высшей степени хорошо, как там женщины говорили. Какая у нас замечательная молодежь. Вот смотрите, вот фестивали совместились люди всех возможностей. И всех возрастов. И подростки, и пожилые. И инвалиды, и обычные люди. Все абсолютно профессионалы и непрофессионалы. Встретились и поняли, что участие в таких акциях – это не какая-то, знаете, временная благотворительная акция, я должен сделать доброе дело. И вот идешь, отработать. Нет. Что это вот как раз то, к чему должно стремиться вообще все российское общество, когда действительно вся страна станет территорией равных возможностей, хотя бы в плане принятия друг друга и совместной деятельности. Мы сейчас не говорим про благоустройство, товарищи. Вычеркните пока что эту историю, да? В самых неблагоустроенных условиях люди находят друг друга и чувствуют себя комфортно. Нас остаются три минуты. Нам очень важно сказать следующее. Мы уже сказали, что фонд «Наследие Вятки» собирается проводить эти фестивали впредь. Да. Первый опыт показал, что это необходимо, востребовано, получается. Оборудование закуплено. Оборудование закуплено. Было 100 участников так же, как на Всероссийском фестивале в Башкирии, в Ерязани. Это значит, что мощный масштаб можно придать этому мероприятию. Стали поступать звонки из других регионов. Люди готовы приехать не только со всей Кировской области, но и из других регионов. Очень важно, что вас нашли через интернет и пригласили на первый международный фестиваль по туризму для инвалидов в Петербурге. Там форум по инклюзивной среде и в том числе площадка по туризму будет, куда нас пригласили выступить и поделиться нашим опытом, потому что он тоже довольно-таки уникален. Это будет 12-13 сентября. Уже в Питере мы вас обязательно позовем после этого форума. Очень важно. И, может быть, наши коллеги с Дорогой Добра там будут разные аспекты осветить. У нас такие мысли, конечно же, поскольку мы тоже включены благодаря нашему эфиру в эти истории. Мы понимаем, что потребность огромная. Страна развернулась лицом к этим людям. И Кельмейс мог бы стать, этот район мог бы стать такой базой для проведения действительно масштабного Всероссийского фестиваля. Я знаю, что к вам вот в перерыве вы рассказывали, уже другие районы обращаются, помогите нам такие же базы создать. Мне кажется, надо понять, на самом деле, о модели схемы работы. Как лучше? Возможно, имеет смысл сделать мощную базу в Кельмезе, подключить туда ВУЗ наш, между прочим. Мы тут уже до эфира переговорили, они очень заинтересованы. Организовать такую серьезную базу Всероссийскую, чтобы там проходился Российский фестиваль. И уже выезжать экспедициям по всем районам области, когда приобретется серьезный такой опыт, и участвовать в разных международных соревнованиях. Так далеко ваши планы могут распространяться? На самом деле, мы сейчас планировали только первый фестиваль, мы его провели. И сейчас, в принципе, если провести еще один фестиваль, нам планировать ничего не надо, у нас все готово. Но нам сейчас надо разработать именно механизм, как вы сказали, чтобы это проходило ежегодно, и это расширялось. То есть, вот сейчас у нас время есть до следующего лета. Фестиваль заканчивается, он ограничился не только сборами, не только фестивалем, но и пятью водными некатегорийными походами. Чтобы люди просто в большой компании сплавились по рекам Кельмесь, Лобань красивым очень. Никогда мы там не были с тобой, Аня. В эти выходные будет четвертый водный уже поход, и в следующие выходные будет последний поход. Да, то есть, помимо соревнований на фестивале, люди также еще сплавляются по реке, с ночевкой в лагере. Это уже жители Кельмесского района, нет? Нет, нет, те же самые. Те же самые ребята, да? А вы попробуйте сейчас те же самые. Они приезжают, инвалидные. То есть, у них не трехдневное мероприятие, галочку поставили, а сборы, фестиваль, сплавы. То, что дает возможность нон-стоп вообще развивать вот этот самый туризм. Мы благодарим за участие Павла Гуртова, представителя и директора благотворительного фонда «Наследие Вятки». Надо сказать, что фонд организован компанией «Глобус». Это их попечительский фонд, их благотворительный фонд. Мы будем о фондах рассказывать и впредь. Здесь очень важно, что компания «Глобус», депутаты которой как раз из Кельмесского района, в том числе у Ржумского, Кельмесского района, они занимаются в своих районах развитием во всех направлениях. И вот мне кажется, что это просто уникальный вообще опыт на всю Кировскую область. По крайней мере, через нашу студию еще не проходили. Не проходили. Не проходили. И он очень важный. Мы обязательно будем следить за деятельностью фонда. Потому что вот такие вещи, это же социализация, это развитие общества вот в целом, понимаете. Не просто там подарил, привез одежду, еду, там еще что-то. Это вовлечение, я бы тебе сказала. Жизнь, просто качество жизни меняется категорически. И восприятие жизни. И восприятие жизни. И цели, ценности жизненные меняются у людей. И у тех, кого мы приглашаем, и тех, кто нам помогает, вот волонтеры и так далее. Мне кажется, они в этом году очень изменились. Еще это, между прочим, рождает гражданское общество, я бы так сказала. Мы с ними познакомимся обязательно. А следующая встреча вот по инклюзии мы, наверное, запланируем как раз на сентябрь после того, как пройдет форум в Санкт-Петербурге. Чтобы поделиться опытом, чтобы рассказать, что было там, что презентовали вы, и, может быть, какие идеи почерпнули. Спасибо, Павел Гуртов, Наследие Вятки. Первый час разворота завершен. Через 20 минут мы с Анной Лапшиной снова в этой студии.